МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Улики под микроскопом. Эксперты-криминалисты отмечают свой профессиональный праздник. Не имея морального права, экс-депутат Госдумы Александр Шерин отказался возвращаться в Рязань из зоны СВО. Аэрокосмическая долина притяжения. Крупнейший инновационный центр в Рязанской области займется разработкой новых технологий. На этой неделе свой профессиональный праздник, отметили эксперты-криминалисты, и службу создали еще в самый разгар гражданской войны в 1919 году. И поначалу структура была в подчинении Центрального управления уголовного розыска. Теперь же экспертно-криминалистическая служба – это одна большая многоуровневая система МВД России. Вместе с рязанскими школьниками мы заглянули в ее закулисье. Ульяна Баранова с выбором профессии определилась еще в детстве. Потому пошла в кадетский класс и стала изучать юридические специальности. Ведь цель четкая – стать криминалистом. Я с самого детства хотела поступить на криминалиста именно для выезда на место преступления. Поэтому мне очень здесь интересно. На экскурсию в экспертно-криминалистический центр регионального ОМВД Ульяна приехала вместе с одноклассниками. Здесь – кадеты и курсанты полицейского класса. Накануне дня экспертно-криминалистической службы ребятам показали практически все направления ведомства. Мы находимся в пищевой лаборатории, где проводятся исследования экспортизы предсодержащих жидкостей и пищевых продуктов. Сюда они поступают для того, чтобы мы определили на наличие фельсификата. И чтобы определить на наличие фельсификата, мы проводим различные исследования, такие как органолептические исследования, физико-химические и на газовом хроматографе, чтобы определить микрокомпонентный состав. Тарсологическое, подчерковедческое, фоноскопическое в центре проводят как и классические виды экспертиз, так и новейшие. Для этого и привлекают новых специалистов. Обычно, кстати, после таких экскурсий часть школьников четко определяются с профессией. Самое главное, конечно, это человек-эксперт. Это человек, который обладает специальными познаниями, навыками и, самое главное, увлеченный своим делом. Для этого, конечно, нужно привлекать молодых, энергичных, заинтересованных, замотивированных людей, и дети, которые сейчас стоят на пороге выбора, кем быть, думаю, очень получили возможность в определении кто-то для себя решения вопроса, чтобы действительно встать на борьбу с преступностью. Ежегодно центр проводит полторы тысячи экспертиз. Это как минимум по семи направлениям основной деятельности. При этом от скорости их проведения очень часто зависит быстрота расследования уголовных дел. На этой неделе депутаты Рязанской городской думы прекратили полномочия своего коллеги Дмитрия Панкина. Решение было принято на основании его личного заявления. И это едва не привело к политическому казусу. Внеочередное заседание Рязанской городской думы начали с позитивных новостей. Гуманитарный груз, в сборе которого принимали участие и народные избранники, и представители муниципальных и общественных организаций, был адресно доставлен в зону СВО, в Луганскую республиканскую клиническую больницу и бойцам, проходящим там лечение. Ну а дальше началась не самая приятная процедура. Прекращение полномочий действующего депутата Дмитрия Панкина. Официально по собственному желанию, но причина была понятна всем. Приговор по уголовному делу, где фигурирует сумма в 300 тысяч рублей, выданных на работу с избирателями, оставлен в силе. Но такой поступок во фракции ЛДПР был, оказывается, не единственным. Не секрет, что это не просто желание Дмитрия Панкина покинуть ряды нашего представительного собрания. Это мера вынужденная, которая предусмотрена законодательством, в связи с тем, что вступил в силу обвинительный приговор, подтвержденный областным судом. Областной суд подтвердил решение Советского районного суда. Я хочу обратить внимание, что, вероятно, в большой доле вероятность, скажем так, и другие члены нашей фракции, в том числе я, вероятно, пройдут эту же процедуру. По закону, после освобождения вакансии партия должна предложить фамилию нового претендента на депутатское место. Им должен стать следующий за выбывшим кандидат из партийного списка. Но весь фокус в том, что следующим после Панкина в прошлом выборном цикле значился Александр Шерин. Ныне находящийся в зоне СВО. Но уже на следующий день он ответил отказом. От мандата, конечно, откажусь. Тут никакого иного решения и интриги быть не может. Я не имею морального права покинуть пост и оставить бойцов своего полка. Так цитирую заместителя командира сводного мотострелкового полка по военно-политической работе сетевое издание «Вид сбоку». И далее. «Многие друзья написали мне, чтобы я вернулся в депутатский корпус, но это, к сожалению, невозможно сейчас. Это будет выглядеть как бегство с поля боя в момент, когда еще многое нужно сделать для нашей общей победы над врагом России. Здесь много наших рязанцев, и я обязан быть вместе с ними». Тем не менее, экс-депутат пообещал изыскать возможность передать официальный отказ в Рязанскую городскую думу. В Рязани открыли аэрокосмическую инновационную долину. Инициатива создания такого центра технологий, напомню, принадлежит президенту страны. Задачи самые амбициозные. Основными сферами деятельности долины станут аэрокосмические, биомедицинские и информационные технологии, а также электроника и радиотехника. Первые 14 резидентов с аэрокосмической инновационной долиной контракты уже подписали. «Это, конечно, пока не Кремниевая долина, всего лишь аэрокосмическая, но при всей пафосности своего названия, инновационный центр тоже все-таки центр прикладной. По крайней мере, создатели его позиционируют именно так. А среди кураторов проекта есть и крупнейшие концерны «Алмаз-Антей», тактическое ракетное вооружение, госкорпорации «Объединенная авиастроительная» и «Роскосмос», глава которой, Юрий Борисов, кстати, обратился к присутствующим по видеосвязи. «Все-таки очень рассчитываем, что вы найдете время и лично уже приедете, посмотрите. Нам есть что показать. Очень ждем. Павел Ильич, обязательно приеду. Спасибо за приглашение. Обязательно приеду». Основными сферами деятельности научно-технологического центра заявлены аэрокосмическая, биомедицинская технологии, а также электроника и радиотехника. Теперь именно Рязанская область должна стать местом притяжения всех лучших умов страны. Первые 14 резидентов подписали соглашение прямо на открытии аэрокосмической долины. Еще 36 – в томительном ожидании. Как уточнил Павел Малков, среди них есть разработчики лазеров и навигации, систем беспроводной связи, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракетоносителей. «Вот это очень большой шаг вперед. Это огромный набор возможностей для Рязанской области. Сюда поедут люди, здесь будут рождаться новые технологии, здесь будут появляться новые производства. Это просто развитие, это просто движение вперед. Конечно, для Рязани это очень важно. Сейчас мы видим, что в условиях санкций есть огромная востребованность в некоторых технологиях, которых, может быть, у нас сейчас нет, которые нужно создавать. Вот это то самое место, где они будут создаваться. Поэтому давайте рабочие места не будем ограничивать, а будем, наоборот, работать над тем, чтобы таких проектов было как можно больше». Предварительный объем инвестиций – что-то около 13 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание нужной инфраструктуры. Что же касается земли, то Рязанская область одарила долину щедро. 20 гектаров прямо сейчас, еще 120 в перспективе. Административно аэрокосмическую инновационную долину разместят в казармах бывшего училища связи. Здесь обустроят центр управления, лабораторию, бизнес-акселератор, образовательный центр, зоны бизнес-сервисов и консалтинговых услуг. Все резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы, возмещение таможенных платежей и другие преференции. В ближайшие три года на молодежную туристическую программу больше, чем путешествия, правительство России направит в 7 миллиардов 200 миллионов рублей, что позволит расширить число ее участников. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Туристические сертификаты, которые вручают за победу в конкурсах или олимпиадах президентской платформы «Россия – страна возможностей», будут ежегодно получать не менее 63 тысяч человек. Рязанцы в их число тоже входят. Молодежная туристическая программа «Больше, чем путешествия» – это своеобразный бонус всем активным юношам и девушкам за участие в конкурсах или олимпиадах президентской платформы «Россия – страна возможностей». По данным Министерства образования Рязанской области, региональные этапы, за которые можно получить сертификат, сегодня есть у проектов «Обилимпикс», «Студент года», «Студенческая весна», «Ворлдскилз». Также рязанские школьники могут принять участие в большой перемене и грантовых конкурсах молодежных инициатив. За участие можно получить путевку. Денег федеральные власти на это не жалеют, добавят больше 7 миллиардов рублей. Станут доступными путешествия по уникальным маршрутам, участие в образовательных программах на самые актуальные темы. От предпринимательства и обустройства городской среды до информационных технологий и экологии. Ну, например, можно будет теперь отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. У нас много активной молодежи, которая проявляет большой интерес к истории, культуре, традициям российских регионов. Рязанские ребята в этих проектах не новички. В прошлом году в путешествия отправлялись и волонтеры культуры, и студенты Агротехнического университета. Около сотни наиболее активных бесплатно съездили на два дня в Калугу. Впрочем, выбрать можно и дальние путешествия. Активисты по этой программе могут поехать в 79 регионов. Причем путешествие может длиться от трех дней до полугода. И при этом поездка включает в себя не только посещение достопримечательностей, но и образовательную программу, мастер-классы и лекции от экспертов. Самое время присоединиться. Вообще же деньги Михаил Мишустин пообещал еще и аграриям, накануне посевной. Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку мы дополнительно выделим из бюджета 2 миллиарда рублей. Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграрием льготных железнодорожных тарифов. Это даст возможность доставить по назначению еще около 1 миллиона тонн сельхозпродукции. В текущем году правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 миллиардов рублей. Деньги должны ускорить доставку продуктов в перерабатывающую отрасль и обеспечить создание новых логистических цепочек, чтобы распределение урожая по стране было оптимальным. Казалось бы, обычная бытовая ссора соседей в селе Подвязи закончилась трагически. В какой-то момент алкогольная вечеринка вышла из-под контроля и привела к уголовному делу. По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Что там произошло на самом деле, расскажем далее. День у 60-летнего мужчины не задался с самого утра. Все началось с похмелья, а выпить-то оказалось и нечего. Обратился к соседу, тот выручил. Сначала угостил у себя, а после дал денег на новую бутылку. Да еще и с закуской. Слово за слово и сосед стал хвалиться последними покупками. А после предложил своему другу покататься. Пьяными. И вроде бы он уже собирался уходить от назойливого соседа. Соседа, но не вышло. Сначала получил удар ногой в печень. После еще по лицу и по корпусу. Кое-как, по словам обвиняемого, он дошел до кухни. И уже там, не выдержав, якобы оттолкнул своего обидчика. Тот упал, ударившись головой о подоконник. Но на этом ответочка не закончилась. Воспрявший духом, наступил ногой на голову соседа и стал продумывать план побега. Ну, мыслик сразу пришло. Говорит, сейчас ботинок сниму, по ботинку, как он мне стукнул по печени. Я ему просто... Ну, я с этого ботинка прям снимаю. И сбрасываю. И прям ногой. То есть вы сняли обувь себе? Да. И как дали ему вот так вот? Выступать как дали? Вот так вот, так да. Ногой. И ребра. Слышали, потрещали ребра? Три, четыре? Не, не знаю. То есть услышали хруст ребер, да? Когда ногой нанесли удар сюда? Да. Это одна ребра вот сюда мне в отпуск. Тогда-то мужчина и понял, что своего соседа он убил. Хотел вызвать скорую полицию, но телефон оставил дома. На лестничной клетке попросил о помощи другого соседа. Вместе вошли в квартиру, осмотрели тело. Мужчину новый гость отправил домой, а сам стал звать на помощь. По настоящему уголовному делу собрано достаточно доказательств, по результатам которого обвиняемым было предъявлено обвинение в совершении преступления умышленного по причинению вреда здоровью потерпевшему, опасного для жизни, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ. Максимальный срок за такое преступление – до 15 лет лишения свободы. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Практически то же самое, но с другими мотивами произошло и в селе Полково. Причина дружбы – топор, причина ссоры – домогательство. Вот такая каша заварилась из-за обычного топора, хотя судите сами. Дружба, предательство, убийство – вся эта драма в селе Полково уместилась практически в один день – в ноябре прошлого года. А начиналось все довольно безобидно. 34-летний работник лесопилки решил починить свой топор. Попробовал сваркой – не получилось. Позвал односельчанина, профессионала. Топор тут взял себе и обещал принести вечером. Вечером он стук, уже в темное время суток, стук дверь в погонщик. Вот он принес его, да, он заварил, ну что тебе, деньгами или проставить? Он говорит, давай, говорит, проставить, посидим. Сказано – сделано. На двоих выпили литр. Рассказали анекдоты, вспомнили случаи жизни. Общих тем, видимо, хватало. Оба ранее судимы. А когда алкоголь закончился, говорит обвиняемый, его нового друга, что называется, понесло. Вначале вспомнил все нецензурные слова, обозначающие приверженность к любителю однополых отношений. А после и вовсе ущипнул обвиняемого за пятую точку. Он говорит, да ладно, что ты? То есть он правой рукой пытался вас ходить? А вы что сделали далее? Ну, эту руку отводить, а ему по щам нужно. Продемонстрируйте, как вынесли? Ну, чтобы он успокоился. То есть вы нанесли удар кулаком или ладонью? Вначале ладонью. Продемонстрируйте на манеке никак? Вот. Далее что происходило? Он на меня в ответ. Тогда в ход пошли кулаки. Мужчина помнит только три удара. Говорит, что мог сделать и больше. Тогда же наступило и осознание содеянного. Дескать, спохватился, когда собутыльник уже и сказать ничего не мог. И даже не шевелился. Мужчина вынес его на улицу, попытался, говорит, растереть снегом, привести в чувства. После побежал за помощью. И дальше все как в тумане. Зато следователи установили все практически поминутно. Он нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых потерпевший 27 ноября скончался в больнице скорой медицинской помощи. В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурором Рязанского района Рязанской области. Статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Непогашенная судимость за кражу, скорее всего, тоже сыграет свою роль. Но это уже как решит суд. В сентябре этого года 105 лет исполнится Рязанскому художественному училищу имени Вагнера. Мероприятия к юбилею стартуют уже сейчас. К примеру, выставка работ преподавателей открылась в зале Артрум. Проект наставники еще и совпадает с годом преподавателя. В экспозиции более 170 художественных работ по живописи, графике, дизайну и декоративно-прикладному искусству преподавателей специальных дисциплин художественного училища. Многообразие жанровых работ, техник исполнения, а также направления изобразительного искусства, среди которых масляная живопись акрил, акварель, графика смешанной техники, монотопия, батик, разработки серийного оформления каталогов, эскизы русского традиционного костюма к театральным спектаклям, сценические костюмы, дизайн макеты книжных изданий и фотоальбомов, иллюстрации к литературным произведениям и многое-многое другое. Преподаватели художественного училища очень многогранны. У нас здесь есть и преподаватели классической академической живописи, рисунка. У нас преподаватели более декоративные. Наш несравненный директор художественного училища Василий Иванович Колдин, он очень любит абстрактную живопись, но она настолько эмоциональная, что каждый, кто сюда приходит, каждый зритель, он видит свои эмоции. Широкая тематика художественных работ. От пейзажей, родной земли до сюжетных фигурных композиций. Абстрактная, эмоциональная, энергетически заряженная живопись граничит с лаконизмом традиционной, академической. Характерность литературных иллюстраций к произведениям Уильяма Шекспира соседствует с символизмом фигурных композиций метафор на тему героического эпоса. Они родились буквально две недели назад. И я даже в какой-то момент думаю, что я не осилю. Работа – это метафора. И в них заложен такой потаенный смысл. Если их рассматривать, там очень-очень много деталей. И это такой собирательный образ, наверное, рассчитан на зрителей, которые, чтобы каждый нашел что-то свое. Кстати, здесь можно проследить творческий путь преподавателей. Допустим, эти большие полотна относятся к последним работам Ольги Калинкиной. А вот эти – пейзажи, ее раннее творчество. Выставка продолжит свою работу до 24 марта 2023 года. По адресу улицы Стройкова, дом 90. Ход на нее бесплатный. Уильям Шекспир написал пьесу «Двенадцатая ночь» в далеком 17 веке. Однако характер героев узнаваемый и сейчас. И эта актуальность забавляет. По словам режиссера Юрия Печенежского, замахнувшегося на великую классику, суть заключена в двух словах – романтическое приключение. Действие происходит в вымышленной стране с романтическим названием «Иллирия», где все только и делают, что влюбляются, а все время уходят на развлечения. Авантюристка Виола с горячим сердцем, но ясным умом влюблена в герцога Арсено, правителя Иллирии. Тот влюблен в затворницу Оливию, которая, в свою очередь, влюбляется в переодетую в мужское платье Виолу. И все это происходит на фоне выпивки, шутовства и других веселых потех горожан, чью жизнь можно назвать лазарством, проделками, над их врагом, противником любого веселья – Мальволио. Однако даже такой мрачный тип, как Мальволио, не способен сломать создавшуюся в этой истории атмосферу игры, влюбленности и забавы. В постановке Юрия Печенежского черты модерна, современного искусства, немного балагана и, скорее всего, он придется по вкусу далеко не всем. Сам режиссер о своем детище говорит так. «Наш спектакль о победе жизнерадостности и благородства над унылостью и ханжеством. Это настоящая сказка для взрослых. Комедия о любовных перипетиях. Спектакль вдохновляет всех влюбиться заново и внести это прекрасное чувство в свою жизнь». Рязанский театр драмы уже обращался к пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь» или что угодно. Премьера состоялась 26 апреля 1976 года. Постановка Николая Сергеевича Вознесенского, режиссер Сергей Михайлович Леонтьев, художник Михаил Петрович Коршунов, хореография Галина Виноградова. Это был яркий, музыкальный, веселый спектакль. В январе 1977 года в спектакле Рязанского театра драмы «Двенадцатая ночь» или что угодно роль Мальволио исполнял Олег Павлович Табаков. Каждый раз он придумывал что-то новое, и артистам-партнерам по воспоминаниям стоило большого труда не рассмеяться вместе со зрителями. Восемь спектаклей прошли при аншлагах. Роль Арсено тогда исполнял заслуженный артист РСФСР Олег Борделовский. Тогда спектакль был скорее в классическом исполнении и стал легендой. Понравится ли зрителю новое решение, покажет время. А премьера, кстати, уже в пятницу. Полнолуние, которое случится 7 марта, по словам астрологов, сильно влияет на настроение. Поэтому, если вам грустно или все раздражает, возможно, это именно влияние светило. Что еще на небе и как это относится к человечеству, расскажем далее. Текущий месяц в астрологии оценивают как особенный. Сразу две планеты поменяют знак. А это происходит раз в несколько десятилетий. Март месяц у нас в этом году особенный. В марте месяце у нас происходит несколько астрологических событий, которые, так скажем, достаточно редкие. Первое событие – это как раз у нас Сатурн меняет знак. Он переходит 7 марта из знака Водолея в знак Рыб. И как раз это происходит в момент полнолуния. То есть Солнце находится в Рыбах, Луна находится в Деве. И Сатурн тоже переходит в знак Рыб. То есть там еще Солнце у нас находится в соединении с Нептуном. То есть это будет весь месяц. Март у нас такой смутный. Очень много слухов, очень много всяких таких вещей, которые, скажем так, будут будоражить сознание. Но на них стоит обращать внимание. Но тут же как бы включать очень критическую функцию мышления. Так что не спешите очаровываться. Все возникающие идеи могут оказаться иллюзорными и вскоре разочаровать. К концу месяца знак поменяет и Плутон. Из Козерога он перейдет в знак Водолея, в котором будет находиться до 2044 года. За это время у нас произойдет очередной виток научно-технической революции. У нас очень много чего должно поменяться. Человечество, по идее, должно выйти в космос и освоить околоземную орбиту. Каждый раз, когда Плутон в знаке Водолея, человечество делает прорыв в науке, но через кризис. А для каждого лично это время возможностей. Можно задать некий импульс дальнейшего развития собственной жизни. Ведь смена знака Плутона открывает судьбоносные двери. И по совету Светланы Абрамовой, сейчас самое время мечтать смело и идти за своим внутренним голосом. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До свидания. Только 10 марта в клинике «Семейная» ведет прием специалист из Москвы. Дедюрин Андрей Анатольевич. Коррекция плоскостопия, изготовление индивидуальных ортопедических стелек, плазмотерапия, подбор комплексного лечения при заболеваниях суставов и травм опорно-двигательного аппарата. Редактор субтитров А.Семкин